Здравствуйте, с Вами технический обзор от лаборатории Астроскоп и я Руслан Зоркий. Международная компания Levenhuk предлагает довольно большой ассортимент оптических приборов разных уровней. Сегодня мы расскажем о компактном зеркально-линзовом телескопе. Он без труда поместится на балконе и подойдет для визуальных наблюдений различных объектов. Можно его использовать и в качестве большого телефотообъектива. Итак, модель Levenhuk Skyline Pro 105 Mac. Познакомимся поближе. Безусловно, изюминкой этого телескопа является его труба. При световом диаметре в 102 мм и фокусном расстоянии в 1300 мм, она имеет длину всего 30 см и вес всего 2 кг. Такие компактные размеры достигаются благодаря оптической схеме Максутова-Кассегрена. В передней части трубы в металлической оправе резьбовым кольцом закреплена толстая линза мениск с многослойным просветлением. Центральная часть внутренней поверхности мениска алюминирована и выполняет роль вторичного зеркала. В глубине трубы расположено главное сферическое зеркало с центральным отверстием и блендой-морковкой. Аберрации главного зеркала компенсируются мениском и изображение в фокусе трубы практически лишено искажений. В нижней торцевой части трубы предусмотрен механизм юстировки главного зеркала. Это шесть винтов с потайными головками расположенными по окружности. Винты с большими головками служат для наклона зеркала, винты с меньшими головками – фиксирующие. Здесь же находится обрезиненная ручка фокусировки, которая проводится подвижкой главного зеркала. Ход фокусировки большой, можно сказать огромный, и Вы без труда наведете резкость даже на объекты в нескольких метрах от телескопа. По оси трубы на резьбе М45 закреплен так называемый визуал-бэк, рассчитанный на аксессуары с посадкой 1,25 дюйма. Его концевик имеет наружную Т-резьбу для установки фотокамер, и такое крепление выдержит любой фотоаппарат. Для использования с визуал-бэком поставляется достаточно хорошее диагональное зеркало с металлическими втулками, а также два окуляра Кёльнера 25 мм и 10 мм. Окуляры имеют металлические юбки, резиновые наглазники и просветленные линзы. Для прицела на объект в комплекте имеется обычный искатель Red Dot. Он устанавливается в стандартное гнездо и его, при желании, можно заменить любым оптическим искателем, что будет более уместно для такой длиннофокусной трубы. Для крепления трубы используется фоторезьба 1,4 дюйма. Это позволит предельно быстро снять или установить трубу на монтировку. Или же закрепить её на подходящий фотоштатив в случае мобильных наблюдений. Монтировка этого телескопа очень похожа на уже знакомую нам EQ2. Такая же алюминиевая тренога с стальной полочкой-распоркой. Такой же узел установки широты, такие же механизмы тонких движений, такие же координатные круги. Не забудьте снять с них защитную пленку. Но есть и отличие от EQ2. На оси противовесов мы находим не один большой тяжелый противовес, а два поменьше и полегче. И это будет плюсом как для балансировки, так и для транспортировки телескопа. Крепежная площадка трубы тоже отличается от EQ2. К ней прикручен овальный адаптер с пробковым покрытием и стандартным фотовинтом одна четвертая дюйма. И это тоже плюс, на такое крепление вместо телескопа можно установить фотоаппарат, бинокль или подзорную трубу. При наблюдении земных объектов с окуляром 25 мм на увеличении 52 крата картинка достаточно яркая и контрастная, без заметных искажений. На увеличении 130 крат в окуляр 10 мм изображение теряет контраст и яркость, есть небольшая дисторсия, зато радует отсутствие хроматизма. Аналогичная картинка и по Луне. С окуляром 25 мм она еще полностью помещается в поле зрения и даже немного слепит глаз. С окуляром 10 мм яркость Луны приемлема, в поле зрения попадает только часть поверхности нашего спутника, мелких деталей достаточно для длительных и подробных наблюдений. Для Юпитера мы установили некомплектный окуляр 7 мм. На увеличении 186 крат уверенно наблюдались и большое красное пятно и экваториальные пояса и полярные зоны. Хотя поле зрения телескопа и не очень большое, компактные Deep Sky объекты ему тоже доступны. В окуляр 25 мм хорошо заметна форма огрызка у планетарной туманности М27. С этим же окуляром шаровое скопление М15 в созвездии Пегаса наблюдалось как хорошо различимый туманный сгусток. Боковым зрением края скопления разбивались на звезды. Установив на Visual Bag с помощью Т-кольца зеркальный фотоаппарат, Вы без труда сделаете неплохие фотографии Луны. А если с помощью линзы Барлоу увеличить масштаб изображения, то можно получить и более подробные снимки нашего спутника. Что же, телескоп нам понравился. И компактной трубой, и хорошим качеством картинки на разных увеличениях, и достаточно устойчивой и удобной механикой. Из недостатков стоит отметить небольшое поле зрения, присущее всем зеркально-линзовым системам. Не очень подходящий искатель и конечно достаточно большой ценник, за компактность и качество картинки придется заплатить немало. Итак, сегодняшний вывод лаборатории Астроскоп. Мы можем рекомендовать Levenhuk Skyline Pro 105 Mag в качестве балконного и мобильного телескопа для наблюдения Луны, планет, а также ярких и компактных объектов дальнего космоса. Рекомендуем дооснастить модель широкоугольным окуляром 32 миллиметра и планетным окуляром 7 миллиметров. С вами был технический обзор от лаборатории Астроскоп. До скорой встречи в нашем магазине. Субтитры создавал DimaTorzok